Ранцы канцелярские принадлежности, баннеры, стенды. Первоклассникам Луганской Народной Республики Карачаево-Черкесия отправила подарок к началу учебного года. Дороги нам дороги, но бездорожье дороже. В Черкесске ремонтируют автомобильные дороги, учитывается реализация федеральных программ и пожелания населения. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тензит. Продолжается тушение лесного пожара в Ганнащирском ущелье. Накануне спасатели МЧС по Карачаево-Черкесии эвакуировали 193 взрослых и 43 ребенка из зоны возгорания в лесном массиве. Сегодня рано утром они были спущены в безопасный район, откуда разъехались по домам или на свои стационарные базы отдыха. Пострадавших нет. Напомню, в Ганнащирском ущелье произошел крупный лесной пожар. На данный период работы по тушению продолжаются. Обстановка остается сложной. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов держит ситуацию на личном контроле. В круглосуточном режиме работает республиканский штаб по ЧС, куда входят члены правительства, администрация Карачаевска, сотрудники МЧС, правоохранительных органов и другие взаимодействующие структуры. Продолжается тушение лесного пожара в Ганнащирском ущелье Карачаева-Черкесии. Обстановка остается сложной, но находится под контролем. Жаркая, сухая погода, а также сильные порывы ветра способствовали распространению огня. На данный момент площадь активного горения составляет около 15 гектаров. Планируется вылет вертолета МЧС России из минеральных вод для усиления наземной группировки, задействованной в тушении лесного пожара в районе Ганнащирского ущелья. Забор воды будет проводиться из водоемов Туманлы-Кёль и Каракёль. Наземной группировкой были предприняты все меры для недопущения распространения пожара в направлении поселка Дамбай. Всего порядка 220 человек и 56 единиц техники, задействованных в тушении пожара, на территории Тибердинского национального парка. В программу Вести обратили жители аула Псыша Базинского района. По улице Шанова произошел обвал Кручий, как говорится, земля ушла из-под ног. Сегодня на место происшествия выезжала наша съемочная группа Вестей. Жители показали место обвала и поделились своими переживаниями. У нескольких семей пострадало имущество. Людям, живущим рядом с обрывом, рекомендовали переехать в другое место, так как жить в этих домах с детьми опасно. Когда человек настроился жить на этой земле, построился дом, семью завел, как говорится, все остальное. И в одночасье от тебя уже вся земля уходит под ног. По-моему, человек любому здесь живущему не по себе становится. Когда у меня там облавы не было, мне соседи говорят, срочно виться, хоть двор весь падает уже. Когда я прошел, они уже внизу были. Так что, то, что мы успели спасти, спасти. Мы хотим, чтобы нам оказали помощь, так как мои родители с молодости, с самого начала проживают на этой улице. И они строились много лет. И вот такое с нами произошло. Конечно же, в первую очередь они очень сильно переживают. За сутки в Курску область доставлено свыше 240 тонн гуманитарной помощи. Конвой МЧС России доставил в регион продукты питания, средства личной гигиены и постельные принадлежности, собранные жителями Карачаева Черкесской республики. Волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям передали гуманитарный груз жителям, размещенным в Курской ПВР. Игрушки, лекарства, обувь, спортивные костюмы, школьные наборы и другие предметы волонтеры привезли по индивидуальным заявкам. Накануне в Карачаевске прошло традиционное августовское совещание работников системы образования Карачаевой Черкесии. Для более детального обсуждения актуальных вопросов региональной системы образования в работе площадки педагогов принял участие глава республики Рашид Тимрезов. Подробнее Ахмат Халкечев. Рабочую часть встречи предварили гимнами России, Карачаевой Черкесии и торжественным занесением государственных флагов страны и республики. Вначале Рашид Тимрезов поддравил всех собравшихся с Днём флага России. Затем глава республики отметил, что школы региона уже начали работать по единым федеральным программам. Также с 1 сентября текущего года во всех школах начнется изучение новых учебных предметов. Основы безопасности и защиты Родины, труд и семиведение. Новые дисциплины призваны формировать у подросающего поколения целостного отношения к семье, самореализации и к своей стране, подчеркнул Рашид Тимрезов. Сегодня уже все наши школьники, учителя, родители хорошо знакомы с проектами «Разговоры о важном» и «Россия, о моем горизонте». Все это делается для того, чтобы дети не заучивали факты, даты, понятия, а по новому жильному динамику, который их окружает. Познакомиться со своими современниками, участниками СВО, а также культурным богатством и традицией нашей великой страны. Глава республики также отметил важную роль формирования единого воспитательного пространства и поведал о том, что совсем недавно республика получила обновленные учебники по истории для десятых классов. По инициативе класса объектов СВО федерального округа учебник был переиздан, и в нем теперь объективно изложены исторические факты, в том числе касающиеся депортации карачаевского народа. Я хочу поблагодарить министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Краснова за его личную поддержку в этом вопросе, а также за его помощь в развитии системы образования нашей республики. Одним из приоритетных направлений глава Крачаевой Черкесии обозначил совершенствование образовательной инфраструктуры. Сейчас в республике активно идет строительство сразу нескольких новых школ. К началу предстоящего учебного года откроется новая школа на 960 мест в селе Учкекен. А до конца текущего года будут достроены школы в аулах Адыгейхабль, Хабес, Станица-Кардоникская и в городе Черкесске общей мощностью на 1500 мест. Также в регионе реализуется программа по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений. Уже отремонтировано 47 школ. В этом году начат работу еще в 15. К концу 2025 года будут капитально отремонтированы 62 школы республики. Ну и, конечно, в работе совещания был запланирован приятный момент. Педагогам, посвящившим большую часть своей жизни делу обучения и воспитания подрастающего поколения, глава республики присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Карачаева Черкесии». «Конечно, это особая честь. И я сегодня горда тем, что я получила эту награду и благодарна всем за высокую оценку моей работы. Сегодняшняя награда будет мне, например, напоминать о тех нелегких, но замечательных минутах, которые привели меня к этому успеху». Особые слова благодарности Рашид Тимрезов адресовал учителям, активам российских комитетов и учащимся, оказывающим поддержки нашим бойцам, находящимся в зоне СВО. Также он подчеркнул, что ключевое место в структуре нового единого воспитательного пространства должна занимать патриотическая работа с молодежью. Ахмат Халкесчев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева Черкесия, Карачаевск. И сразу после совещания глава Республики Рашид Тимреза провел встречу с мэром Карачаевского округа Маратом Урусовым. Было отмечено, что Карачаевск, как и вся республика, очень оперативно включился в работу по сбору гомпомощи для военнослужащих и жителей Курской области. На особом контроле находится работа с семьями участников СВО. Планомерно развивается строительная отрасль. Введена в эксплуатацию амбулатория в Орджоникидзовском. Продолжается строительство врачебной амбулатории в Дамбай, капремонт спортзала школы в поселке Марай-Агы. Обсудили также готовные школы к учебному году, а также подготовку объектов ЖКХ и многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период. Также Рашид Тимреза провел двустороннюю встречу с главой Карачаевского района Спартаком Кущетеровым, который рассказал о текущем развитии района, работе по поддержке участников СВО и членов их семей. Важное направление совместной работы района с правительством республики – решение вопроса водоснабжения. В рамках реализации проекта «Чистая вода» ведется строительство Карачаевского сельского группового водопровода. До конца 2025 года планируется прокладка 8-километровых водопроводных сетей внутри ула Кумыш, а также строительство ФАПа в аулах Верхняя и Нижняя Тиберда, Дженигирик и капремонт ДК в аулах Нижняя Мара и Хумара. Продолжается активная газификация населенных пунктов Тибердинского ущелья. Ведется проектирование газопровода Учкуланского ущелья. Глава Республики Рашид Тимрезов оценил готовность к началу нового учебного года средней школы номер 5 «Карачаевска», где произведен капремонт, а корпус для начальной школы практически построен заново. Здесь проведены масштабные работы по отделке помещений, замене инженерных систем, оконных и дверных блоков, установлен подъемник для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, модернизированный пищеблок и столовая, и благоустроенная территория. Ведется строительство умной спортплощадки. Уже 1 сентября школа распахнет свои двери для 450 детишек. Многие наши детишки из-за того, что мы занимались во вторую смену во время капремонта, были вынуждены, перешли в другие школы, так как посещали во второй половине дня различные кружки спортивные. И поэтому я думаю, что эти наши дети все вернутся. В данный момент у нас 200 детей, ну, до капремонта было больше, но думаю, что после завершения всех работ будет еще больше. Пожелания все слушали. Совместно с родительским сообществом мы в контакте с подрядчиками и 1-го и 2-го корпуса встретили со всем, учитывали, при этом они шли навстречу, учитывали все наши пожелания. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Семреза проверил ход строительства 1-го в Карачаево-Черкесии Ледового дворца, который возводится в Карачаевске. Уже собран каркас двухэтажного здания общей площадью более 4000 квадратных метров. В нем будет ледовый каток 60 на 30 метров, залы для хореографии и силовых тренировок, трибуны для 200 зрителей. Пропускная способность ледового катка для массового катания составит 230 человек, тренировочного процесса 50 человек. Глава Республики дал поручение вице-премьеру Евгению Гордиенко ускорить процесс строительных и монтажных работ. Министерству спорта Карачаева-Черкесии поручено совместно с мэрией Карачаевска приступить к работе по формированию профессионально-тренерского коллектива и команды технических специалистов по обслуживанию нового спортивного объекта. Также уже сейчас необходимо приступить к благоустройству территории, которая должна стать еще одним современным общественным пространством города. Карачаевск выбран местом для ледового дворца не случайно. Этот уникальный для республики объект, уверен, будет востребован не только жителям Карачаевска, но и многочисленным гостям-туристам, которых с каждым годом становится все больше. Здесь можно не только провести время с семьей, получить заряд бодрости и позитивных эмоций. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов в рамках рабочей поездки в Карачаевск осмотрел новое здание амбулатории в Арджиникидзевском, строительство которой начали в прошлом году. Это еще один важный для Карачаевского городского округа обновленный объект первичного звена здравоохранения общей площадью 251 квадратный метр. Рашид Темрезов пообщался с медицинским персоналом, осмотрел условия их работы. Учреждение уже принимает пациентов, которые смогут получить здесь качественные медицинские услуги, не выезжая за пределы поселка. Амбулатория рассчитана на 130 посещений в смену и оснащена всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. В частности, здесь расположены регистратура, санитарная, стерилизационная, прививочная и смотровая комнаты, помещение для персонала, кабинеты врачей, палата дневного пребывания, стационара. Кроме того, считаю важным, что в здании предусмотрен беспрепятственный доступ маломобильных групп населения. Только за один неполный август на дорогах Черкеска автоинспекторами зафиксированы семь дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Столько же было за первые пять месяцев текущего года. Полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение различных видов дорожных происшествий. На одном из рейдов побывал Артур Мхце. Кинолог и его четвероногий напарник проверяют остановленный автоинспекторами транспорт на наличие взрывчатых веществ. Безопасность участников дорожного движения превыше всего. Даже если кому-то из водителей или их пассажиров что-то не нравится в работе стражей порядка. В Черкесске сотрудники полиции на регулярной основе проводят такие рейдовые мероприятия. Тем более, что направлений для проверок немало, да и статистика того требует. У нас сейчас рост дорожно-транспортных происшествий, именно касающийся детского дорожно-транспортного травматизма, у нас зарегистрировано только за август месяц текущий, да, уже сегодня у нас, по сегодняшнее число, у нас семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало семь детей. Это очень серьёзная цифра, чтобы было понятно для сравнения, за первые пять месяцев 2024 года у нас всего было семь, то есть за пять месяцев, а тут у нас получается меньше, чем за месяц у нас уже семь детишек получили ранения различной степени тяжести в ДТП. Причин для подобной неутешительной статистики немало. В первую очередь нарушение водителями проезда перекрёстков скоростного режима. Чаще вина лежит на взрослых. Некоторые дают несовершеннолетним самим управлять транспортным средством или вместе с ними переходят проезжую часть в неположенном месте. Нынешняя профилактическая проверка полицейских направлена в первую очередь на информирование нарушителей о недопустимости необдуманных действий, которые могут привести к печальным последствиям. Если же говорить об общей статистике дорожных происшествий, то за первые семь месяцев на территории республики зарегистрированы 72 дорожно-транспортных происшествия, связанных с наездом на пешеходов, в которых два человека погибли, ещё 34 получили ранения различной степени тяжести. Считаем, что подобного рода рейдовые мероприятия, которые проводятся нами, будут способствовать тому, что таких происшествий неприятных у нас будет в республике, насколько можно меньше. Ну, в частности, если мы берём город Черкес. То есть, если каждый из нас, каждый взрослый, каждый родитель, брат, сестра старшая, каждый будет начинать себя и своим личным примером будет показывать детям, как правильно, вот элементарно возьмём, да, правило пересечения проезжей части, если будет показывать, как правильно через дорогу переходить, то есть, остановившись, посмотрев налево, посмотрев направо, убедившись, что транспорт пропускает, или же его на данном участке автодороги нет, только в этом случае, если человек будет переходить, естественно, ребёнок уже это будет видеть и будет считать это за правильный переход, да, И, соответственно, в дальнейшем будет уже этому примеру следовать. Полицейские настоятельно рекомендуют и водителям, и пешеходам относиться уважительно ко всем участникам дорожного движения. В первую очередь следовать букве закона, а не личным интересам. К примеру, не парковать свой транспорт на зебре, мешая пешим людям ею воспользоваться. Тогда и у автоинспекторов к ним будет куда меньше претензий. Артур Мцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня из Карачаево-Черкесии в Луганскую Народную Республику отправился груз со школьными принадлежностями. В рамках соглашения, заключенного с руководством Старобельского района ЛНР, Карачаево-Черкесия оказывает всестороннюю помощь подшипной территории нового российского региона. На этот раз в груз вошли ранцы для первоклашек, канцелярские принадлежности, а также баннеры и стенды для успешного образовательного процесса. Все необходимое было собрано в здании Республиканского института повышения квалификации работников образования для последующей отправки школьникам Луганской Народной Республики. По поручению главы Карачаево-Черкесской Республики мы сегодня отправляем школьные ранцы. Это в количестве 300 штук, плюс к этому еще баннеры, стенды для 24 общеобразовательных организаций. В рамках соглашения мы сотрудничаем с коллегами, по ихним обращениям мы всегда помогаем. Мы своих не бросаем. Под этим лозунгом в Доме культуры Аула Беслиней прошел благотворительный концерт. Все полученные средства пойдут на помощь бойцам-участникам ИСВО, которые день и ночь рискуют своей жизнью ради блага своей малой родины и страны. На концерте побывала Майя Хамдохова. Благотворительный концерт в Доме культуры Аула Беслиней, организованный администрацией Беслинеевского сельского поселения, собрал аншлаг зрителей, среди которых участники специальной военной операции и члены их семей. Все полученные средства пойдут на помощь молодым бойцам специальной военной операции, для которых очень важна моральная поддержка и финансовая помощь. Каждый звуковой аккорд на сцене стал символом поддержки и солидарности, а обилие проектов, направленных на помощь защитникам и их родным, создал атмосферу единства и взаимопонимания. Неравнодушные зрители, гости и организаторы мероприятия внесли свой вклад в общее дело, став частью этого значимого события. Мы уже занимаемся этим два года. Не прекращали еще ни разу мы эту деятельность. Она постоянно идет сбор как денежных средств, так и питания, так и одежда, нижнее белье, маск, сеть, техника, как я и говорила. Это на постоянной основе. На благотворительном концерте, где полученные средства пойдут в помощь защитникам страны на передовой, участвовали заслуженные артисты республики, лауреаты международных конкурсов в мире музыки, художественный ансамбль адыгского танца «Синдика» и много других артистов. Для местных жителей этот концерт особенный, ведь «Дети без синеи» – это яркий пример того, какая невероятная сила может быть у детей, переживших войну. Их истории полны примеров самоотверженности, доблести и любви к жизни. Жители аула, особенно старшие поколения, пришедшие на концерт, рассказывают и вспоминают о том, что пережили дети в годы Великой Отечественной войны и что переживают молодые бойцы на СВО сейчас. Я одобряю это мероприятие очень хорошее во всех регионах нашего государства. Это делается. Мы не хотим отстать от них. Веснеевцы всегда были в передних рядах. Это наш аул, патриотический аул. Я уже не буду говорить, что 36-32 ребенка, для гранатских единиц, воспитателей нашего аула. Этим мы гордимся. Поддержать благотворительное мероприятие присоединился и Азамат Пхешха, заслуженный артист Карачаева-Черкесии. По его словам, подарить радость и частицу тепла для участников СВО – это самое малое, что можно сделать. Хотелось бы еще поблагодарить тех людей, которые организовали именно сегодняшний концерт в поддержку ребятам с СВО. Желаем всем, чтобы поскорее к нам вернулись живыми и здоровыми. Мы за них переживаем, поддерживаем. Хоть вот так благотворительные концерты, хоть где-нибудь какая-нибудь поддержка будет. Я надеюсь, им это будет тоже приятно. Майя Хамдохова, Ренат Муков, Вести, Карачаева-Черкесия, Хабейский район. Ежегодно в региональной столице обновляют до 13 километров дорожного покрытия. До конца текущего года автомобилистам предстоит оценить создаваемый в настоящее время комфорт передвижения на 25 участках улиц Черкесска. Чего стоит ждать от ремонта городских дорог, выяснял корреспондент Артур Мхцы. Сейчас мы испытываем некоторые неудобства в связи с ремонтом. Но это того стоит, чтобы потом мы ездили с комфортом и безопасностью. Живу на улице дружбой. У нас тоже, кстати, буквально неделю назад тоже завершили улицу, заасфальтировали. А то была обыкновенная грунтовая дорога. Пыль, дождь прошел, грязь. А сейчас, пожалуйста, хоть в тапочках езди. В настоящее время движение по улице Фабричной в Черкесске затруднено из-за ремонта дороги. Но через месяц-другой автомобилисты смогут по достоинству оценить создаваемый для них комфорт. Мы сначала убрали бордюры. Теперь, как видите, сзади меня фреза стоит у нас. Фрезеруем асфальт. После этого мы установим новые бордюры здесь. Подготовим площадки. В начале улицы, ближе к улице Ставропольская, ведутся подрядными нашими организациями теплосети замены этих труб. После того, как они закончат, мы постелим здесь новый асфальт. На текущий год запланирован ремонт 25 участков дорог Черкеска. Фронт работ большой. Это и укладка асфальтового покрытия, и установка дорожных знаков, и нанесение разметки, и многое другое. Ремонт, к примеру, этой улицы Фабричной позволит разгрузить ряд других оживленных автодорог региональной столицы. Относительно широкие ремонтируемые улицы города, к числу которых можно отнести и фабричную, обзаведутся новыми тротуарами. При проектировании был в первую очередь учтен такой фактор, как необходимость удобного подъезда к социально значимым учреждениям. Где-то строители уже завершили обновление обустройства проезжей части, на других улицах работы идут полным ходом. Ранее власти региональной столицы уведомили ресурсоснабжающей организации о проведении ремонта дорог и необходимости своевременно осмотреть свои коммуникации, чтобы не разрушать дорожное полотно после его укладки. На данный момент мы завершили ремонт и капитальный ремонт по шести участкам. Ведутся работы на 18 участках. «Все идет планово, своевременно. Пытаемся учитывать все желания и, так сказать, необходимые виды работ». Список ремонтируемых дорог определялся комиссионно. В первую очередь в него попали те участки, которые ведут государственным учреждением. Разумеется, учитывалось мнение населения. Все работы по текущему плану обновления улиц будут завершены в течение нескольких ближайших месяцев. Сегодня завершился самый высокогорный молодежный форум «Махар-2024», который собрал участников с многих регионов нашей страны. В течение недели участников ждала насыщенная программа образовательного и развлекательного характера. Также ребята приняли участие в грантовом конкурсе «Молодежи». О том, как завершился форум «Махар-2024» и с какими впечатлениями уедут участники, узнавал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Самый высокогорный молодежный форум «Махар-2024» стал уникальной площадкой для креативной и талантливой молодежи с 21 региона России. Для молодых людей организована насыщенная образовательная программа с походами и с турами, где молодежь не только может насладиться красивой природой, но и защитить свои проекты для получения грантовой поддержки. Впервые в форуме «Махар» приняли участие студенты из Удмуртии, Башкирии, Белгородской области, Луганской народной республики. Житель Москвы Сергей Дё на форуме «Махар» впервые. Молодой человек с удовольствием делится впечатлениями. Честно, первый опыт на Кавказский город, на таких форумах, где надо в палатках жить, в таких условиях, довольно-таки сложный, холодный климат, здесь особенно ночью. Но мне здесь очень нравится, потому что это была моя мечта, можно сказать, потому что я из Дальнего Востока сам-то и никогда не был здесь. Каждый день Всероссийский молодежный форум «Махар-2024» был наполнен интересными образовательными мероприятиями, горно-пешеходными прогулками по Махарскому щелью. В этом году масштаб участников и спикеров увеличился в разы, отмечают организаторы. Традиционно у нас образовательная программа, которая состоит из трех основных блоков. Это креативная индустрия, студенческий молодежный туризм и социальное проектирование. И, конечно же, наш форум не мог обойтись без наших походов на Нарзаны, на водопады. Состоялась спортивная программа, культурная программа. В течение недели в рамках программы форума «Махар-2024» прошел грантовый конкурс «Росмолодежи». Шесть участников из Карачаева-Черкесии стали победителями. Совсем скоро они приступят к реализации проектов. Я осуществил проект, который называется «Школа дебатов». В рамках этого проекта планируется проведение мероприятий, которые направлены на повышение социальной активности среди молодежи нашей республики. Я осталась под большим впечатлением, потому что я часто езжу на форумы, но такой сплоченности в организации я еще никогда не видела. Здесь очень классная команда, которая реально делает все для того, чтобы форум получился незабываемым. Форум «Махар» – это в первую очередь заряд для новых свершений и идей. Но самое главное, каждый унесет отсюда полезные знания и массу ярких воспоминаний. Альхан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия, Махар. Наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.